Всем привет! Сегодня у нас одна из ваших самых любимых рубрик «Английские фразы на каждый день». А помогать мне сегодня будут очаровательные сестры-близняшки из США. Специально для того, чтобы вы могли послушать и потренироваться понимать носителей английского. Ну и также, друзья, хочу напомнить, что если вы давно мечтаете выучить английский язык, комплексно, получить хорошие результаты, которые вас очень порадуют, то я очень рекомендую вам попробовать мои обучающие видео и аудиокурсы английского, которые я создавала специально для вас. На сайте быстроenglish.com вы найдете курс для начинающих, марафон английского для тех, кто хочет разговориться, избавиться от языкового барьера и начать свободно и уверенно говорить по-английски. Есть курс для среднего уровня и курс для тех, кому английский нужен для работы и бизнеса. Деловой английский за 5 недель. Все эти курсы вы найдете на сайте быстроenglish.com. Ссылочка вот здесь и внизу под видео. Уверена, что вы также, как и многие, будете в восторге от своих результатов. Итак, фразы. Вы уже знаете, что для лучшего результата нужно все говорить правильно. Вслух. Первая фраза, которая мне очень нравится, и она довольно часто встречается в английском, это Что означает Любой ценой. Крутая фраза, правда? Давайте скажем это вместе. At all costs. Любой ценой. At all costs. Сказали? Как эту фразу вы можете использовать в речи? Ну, например, вы можете сказать We should win at all costs. Мы должны выиграть любой ценой. Давайте скажем это вместе. We should win at all costs. Скажите. Угу, хорошо. Или, например, Keep this a secret at all costs. Держи это в секрете любой ценой. Keep this a secret. Держи это в секрете. At all costs. Любой ценой. Скажите это. Good, хорошо. Ну, или вот такой еще пример. Давайте скажем его вместе. His phone must be found. Его телефон должен быть найден. His phone must be должен быть must be found, найден at all costs. Любой ценой. Кстати, обратите внимание, в английском языке есть два варианта этой фразы. Вы можете встретить at all costs. И также вы можете встретить at any cost. Смысл один и тот же. Послушаем носителей. Слушайте и попробуйте понять, что они вам сейчас скажут. При желании вы можете ставить это видео на паузу и повторять за ними, стараясь копировать интонацию. Так вы получите еще более крутой результат. Следующая замечательная английская фраза это Common sense. Что это значит? Это значит здравый смысл. Давайте скажем это вместе. Common sense. Например, кто-то у вас спрашивает Вау, откуда ты все это знаешь? Или как ты догадался? How do you know all of this? How do you know all of this? Откуда ты все это знаешь? Вы можете просто сказать Да это просто здравый смысл. It's just common sense. Давайте скажем. Универсальная фраза, ответ на все случаи. Да это просто здравый смысл. It's just common sense. Сказали? Или вот как еще можно это использовать. Звучит, конечно, немножко грубовато, но вот по-русски мы можем сказать Думай головой. А по-английски это прозвучит как Пользуйся здравым смыслом. Use your common sense. Пользуйся своим здравым смыслом. Давайте попробуем это сказать. Use your common sense. Хорошо. Я уже вас предупредила, что это немножко грубовато звучит. Окей? Итак, common sense Здравый смысл. Следующая фраза, думаю, вам понравится, это Попробуйте угадать, что же значит эта фраза. Кто догадался? Это значит по привычке. Просто по привычке. Out of habit. Давайте скажем это вместе. Например, Что это значит, знаете? Я это делаю просто по привычке. Есть у вас такие вещи, которые вы делаете, ну, просто по привычке, просто потому, что вы так привыкли, вы привыкли это делать. Вот это будет называться По привычке. Например, вы можете сказать про себя, допустим, Я всегда пользуюсь вот этой дорогой, этим путем, этим маршрутом по привычке. Допустим, идя на работу. Итак, давайте скажем еще раз. Сказали? Следующая фраза, мне очень она нравится, это Кто догадается, что это значит? СЛУЧАЙНА Это значит СЛУЧАЙНА СЛУЧАЙНА Скажите Как вы ее можете использовать? Например, вы случайно кому-то отправили не то сообщение, и вы можете потом сказать Я отправил тебе то сообщение СЛУЧАЙНА 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 Нет, НЕ ПО ПРИВЫЧКЕ, НЕ ПО ПРИВЫЧКЕ, А СЛУЧАЙНА Попробуйте это сказать. Гуд, хорошо. Или, например, я вам сейчас кое-что скажу, а вы попробуйте понять. Что я вам сказала? Да, я сказала, я не сделала это, потому что я так привыкла по привычке, я СЛУЧАЙНА это сделала. А теперь слушайте и попробуйте понять вот это предложение. Я сказала, я СЛУЧАЙНА оставила телефон в такси, нам нужно его достать, нам нужно его вернуть любой ценой. At all costs, любой ценой. By accident, СЛУЧАЙНА Давайте скажем это вместе. By accident. И наша пятая фраза, это фраза, фраза-вопрос, которую, как мне кажется, очень любят задавать мужчины, когда женщины им что-то рассказывают. What's the point? What's the point означает В чем суть? В чем суть того, что ты рассказываешь? What's the point? В чем суть, а еще это значит В чем смысл? Давайте скажем это вместе. What's the point? Эту фразу, фразу-вопрос, идеально можно использовать всегда в любых ситуациях, когда вы хотите у кого-то спросить. Вот вам что-то рассказывают, что-то, с чем вы не согласны, что-то, что вам кажется бессмысленным. И вы можете смело говорить What's the point? В чем смысл? В чем смысл того, чтобы это делать? Например, в чем смысл этой беседы? Будет What's the point of this conversation? А если вы хотите сказать В чем смысл того, чтобы что-то сделать? Дальше у вас будет глагол. Например, В чем смысл того, чтобы туда идти? На это мероприятие? Вы скажете What's the point? Дальше у вас будет ИН И потом ГЕРУНДИЙ. Если кто знает, что такое ГЕРУНДИЙ, то вы поймете. Если не знаете, ничего страшного, просто запомните. What's the point in ГОИН В чем смысл того, чтобы туда идти? Ну, не хочу я туда идти, не вижу смысла. What's the point in ГОИН В чем смысл того, или попробуйте понять, что я вас сейчас спрошу. Кто догадался? Кто понял? Я спросила В чем смысл того, чтобы курить просто по привычке? Итак, What's the point это в чем смысл, в чем суть? Давайте скажем What's the point? Сказали? Great job! Замечательная работа! Слушаем носители языка, слушаем, пробуем понять, и при желании можете ставить видео на паузу и повторять за ними то, что они говорят. My phone must be found my phone must be found at all costs. To speak English well, you need to practice. It's just common sense. Why do you drink so much coffee? Just out of habit? I sent you that message by accident. Ignore it. Let's go shopping! What's the point? Everything's closed now. Okay, wonderful job! Замечательная работа! Обязательно похвалите себя! Вы прекрасно справились, много чего выучили, а может быть повторили. За видео и аудиокурсами заходите на сайт быстроenglish.com ссылка здесь или внизу под видео. Обязательно жмите лайк, если это видео было вам полезным. И до новых встреч! До новых встреч!